всем привет ребят мы мы не покидаем нас не покидает надежда поймать большую рыбу мы уже ловим здесь нет на со дна ловим наверно уже четвертый раз да или в общем или 3 да или четвертый мне кажется четвертый ну ладно ваня считает третий будем считать что третий смотрите ребят мы уже ловим третий день и за эти три дня ловли со дна мы поймали одного окуня окуня размером с палец то есть да короче весом ну вот такой вот как мизинец сейчас секунду и я уже у меня была снасть убийца карася но на нее ничего не ловится пошли в магазин купил вот новую вот такую кормушечку она односторонняя с нее хорошо все высыпается вот так здесь течение идет такой шлейф и здесь на убийца карася 3 крючка а здесь вот один такой свободный крючок кормушка вот такая гуляющая то есть а и вот такой большущий поводок для одного крючка то есть ну вот видите как много вот столько но сантиметров может 40 ловлю на червя купил вот этот попкорна со вкусом ну вот медовый на него не клюет открывали баночку кукурузы консервированной на нее не клюет а на червя клюет у меня тот червь закончился купил сегодня только что вот новый вот такая одна порция стоит 25 гривен и здесь вот такие великаны посмотрите какие кусочки какие вот толстые червяки прям толстые огромные он мне так и сказал говорит у меня большой червяка типа ну на крупную рыбу это надо прям на огромную сейчас будем ловить огромную давай ван тебе прицеплю этого ну и в общем посмотрим поймаем мы когда-нибудь тут рыбу большую или нет а еще вот хотел сказать вот у меня вот такая была прикормка прикормка для пресноводных рыб типа всесезонка называется и вот купил тоже такую только другой производитель попробуем попробуем трамбовать ее она даже выглядит по-другому то на запах как печеньки орео а это какая на запах сейчас узнаем но это не так это больше похоже на дробленку для свиней вот которую дома делаешь нет вот такого ароматного запаха но посмотрим так через мой залез назад вот так сейчас нацепим закинем и посмотрим есть вместо для воды водичка с водоема не сильно густое чтоб она рассыпалась как клей получается пахнуть 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 лучше не стало почему она покрашенная под цвет червяка я не знаю и вот так прям кормушечку все ловим толстого червяка цепляем и ждем большую рыбу но червяки против тех что я прошлый раз купил это конечно это такой червяк для для рыбы размером в килограмм в полтора прям для большой как его я не знаю как его цеплять ну как-то прицепил все и иду забрасывать руку надо сполоснуть ой упала не упала капуста открыта вот так это все выглядит да я руку воню сполосну и закину тут бы самому не было да тут не глибок да да он не поставит да вот там так и ты отходи потому что мне нужно место для заброса расстояние вот так Слабенько. Слабенько. Надо перекидывать. Все, я скоро высыпался. Не думаю. Сейчас только водорос его почистим. Ой, я крах буду. Буду когда-нибудь. Есть еще чего-нибудь? За секунду оно так не выбьется. А чего? А? А чего? Ну потому что. Куда у меня? Червячок. Червячок на месте. Вот. Еще добавишь или перекидывать? Нет, я просто перекидываю. Втекайте все. Опять. Ну ладно. Все уже. Там оно уже и должно быть. Да. Удочка где-то склала. Блин. В чем проблема? Удочка сложилась. Ну включай. Ты продолжала снимать все это в раме? Выключай. Пока я жду вот здесь поклевочку. А! Хе-хе-хе-хе-хе. Сожрала, да? Да. Да. Пока я вот здесь жду поклевочку. это можно ждать по полчаса но время от времени нужно доставать набивать по новому кормушку и можно туда там где там где я закинул закинул я конечно слабенького тут где-то по центру между берегом и его теми зарослями да то надо дальше кидать ну можно туда попробовать кинуть и шарики прикормки а вот там только что были но уже слиняли вот там где гнездолы сухи вон там только что бегали ее малыши сейчас вот они куда-то плывут они уже к нам не подплывают взрослые самостоятельные родители с ними тоже не часто плавают мамки и папки я пока не вижу ну вот так ждем большую рыбку снимаешь смотрите ребят хоть и не сильно большая но это уже не плотва и не себе то есть и не уклейка это подлещик или густерка как ее кто называет в общем такая манюсенькая начала есть и это уже приятно хоть какая-то поклевка корм не выбился но я набивал прям вот так сверху наклеивал такой большой шар но сейчас попробуем еще что-нибудь достать и ты его сетку да ваня да сейчас отдам на поток крючок она бы никогда в жизни не сорвалась я не могу доставать глянь что происходит челюсть сломаешь так и будет ты видишь о на все а червяк на месте не сожрала вообще не сожрала вот так нашел сейчас нацеплю его еще несколько раз поткну вот так и пусть пусть дальше ловится вот окормушку окормушку вот так обклеиваю и вовнутрь и вот так чтобы она обваливалась сверху вот такой делаю как бы шарик вот так все и закидываю так отойди чуть-чуть я стою на месте и вовнутрь короче рыбалка рыбалка в такую жару так не видно рыбалка в такую жару это так себе удовольствие надо искать где-нибудь тенек потому что здесь можно просто свариться и варимся не только мы и опарыши и опарыши сварились и червяки то есть просто вот жара что червячкам нужна земля вот мокрая и червяки тоже вареные вот так вылазят и их вот там поставил возле воды ну и короче несколько поклевок еще было со дна ну и все и жду вот все равно жду марина марина с нами не собиралась этот раз на рыбалку но чет пошла теперь говорит а я хочу уже кушать сейчас наверное еще чуть-чуть и будем ехать домой там светлана николаевну попросили пожарить картошки придем и выйдет жареная картошка салатика сделаем а можно уже и попробовать бродячие вот эти огурцы которые которые стоят на столе там кто ванюшка тоже ты уже на рыбачил ну в общем сидим ждем вот такая сегодня рыбалка на улице просто 40 градусов ну вот в машине показывает датчик 40 градусов жары если сидеть на солнце а поклевочек не видно не очень редко вот висит мой поплавочек и очень редко есть такое небольшое ну то есть то ли может по леске хвостом кто-то или просто цепляется за леску проплывая ну нормальной поклевки не видно вот так червяков червячков вот поставил тоже ну вот лоточек днем дном в воду просто чтобы немножко охладить потому что даже даже то что лоток стоит в теньку в теньке все равно все равно он варится стоит жара неимоверная плывет лысуха взрослая а за нею трое детворы и они они к ней пристают а она от них отбивается прям клюет их в общем она думает она считает уже типа вы уже большие валите в самостоятельную жизнь непонятненько или все понятненько поклевочки слабенькие но есть но реально слабенькие как вам показать во ждем очень слабо клюет но надежда есть мы уже сейчас будем собираться назад домой но вот эти последние минуты все равно теплится надежда на то что крупную рыбку мы поймаем но это только надежды надо надо все таки все таки прийти с Ваней как-нибудь встать пораньше и прям с самого утра прийти покидать когда нет вот такого солнца и жары сегодня рыбалка ну не скажу что хуже всего ну жарче всего на небе просто ни единой тучки и оно и солнце никуда не прячется и даже Ваня сколько раз мы рыбачили ни разу ни разу не говорил поехали домой а сейчас а сейчас Ваня уже уселся в машину в тенек и говорит что я больше не могу рыбачить поехали домой Маринка тоже устала так что А Маринка хочет есть так что будем собираться ну знаете единственный плюсик того что все таки вот эта кормушка ну в общем открыла охоту на рыбу и уже хоть что-то поймала было где-то 4 или 5 поклевок за день и вот поймался ну вы видели тысячи по сравнению по сравнению с теми что ловится на поплопоппер это можно сказать еще и ну вон видите то что Ваня наловил на поплопоппер мелкое и то что поймалось со дна чуточку чуточку покрупнее там уже начищенный в холодильне ну в морозилке валом так что вот этих почистить можно и уже можно нажарить вот так Марина уже заводит ну а червяк а червяк вот не знаю живой или нет короче жара жара неимоверная и даже червяк сварился да сварился червяк не весь но сварился этот нужно куда-то запхать пипец вот это жара просто он стоял вот так в тенечке и земля нагрелась так как его же продают с холодильника 25 гривен коту под хвост ну а что делать Вань буду складываться не клюет ждал 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 последнюю поклевочку но не клюет все на складай видите какая складай туда в ведро и удочку можешь положить в этот в багажник скручивай переверни просто не надо мыть не надо чтобы мокрое было а рыбкам ну да высыпай прикормки там вообще уже не осталось короче ой молодец молодец покормил рыбку жабы поедят и жучки все складывайся ладно ребят всем большое спасибо за просмотр рыбалочка сегодня неудачная мы поварились лысят вот там стоят с той стороны в тенечке ну вот так всем пока пока